СПАРТАК В матче под номером 4 в первом периоде все начиналось очень весело для красно-белых. Райн Столл мог забивать уже на второй минуте встречи. Ему оставалось всего-то поднять шайбу под перекладь, но вот, к сожалению, у нашего американского легионера это сделать не получилось. Ну, тут скажем, конечно, о том, что вратарь соперника сыграл очень здорово. Дальше, следующий момент, это звено Никонцева и вот здесь, конечно, немножко разберем, да. Идет атака 3 в 3 на чужие ворота. Никонцев по центру, справа партнер и слева Воронин. И вот, знаете, Никонцев делает такую, знаете, тонкую передачу, такая не очень сильная на Артема Воронина. И Артем в этот момент бросает, ну и у него не получается забить, а было бы на самом деле достаточно забавно, если бы Воронин забил Сорокин. Ну и последний момент, о котором хочется вспомнить из периода под номером 1, это момент Осипова, и наш защитник попал в ближнюю штангу. Момент был классный, момент был хороший, для него партнеры сделали много, и вот, ну, чуть-чуть не хватило для того, чтобы отправить шайбу в ворота. Но, как итог, вот, знаете, отдельно взятых 20 минут, вот первый период матча под номером 4, это просто лучший период спартаковцев во всей этой серии. Я думаю, что здесь вряд ли кто-то со мной поспорит. Во втором периоде игра немножко поменялась, соперник начал поддавливать, но и у нас были моменты, конечно же, вспоминаем первое. Сольный проход Трунева, слушайте, как он обыграл защитника, да, вот шайбу немножко назад убрал, потом отправил ее между своих ног, объехал справа оппонента и бросал с неудобной руки, но тоже не забил. И еще один момент, он чем-то, кстати, похож на этот, только здесь не индивидуальные действия, а скорее командные, когда все Олда Сорокина запустили, скажем так, чужим воротом. Сева тоже справа объехал защитника и тоже бросал в ближний угол, но вот, к сожалению, не забили красно-белые. В третьем периоде понятно, что красно-белым надо было отыгрываться, и концовка была чем-то похожа на концовку из матча под номером 2 и матча под номером 3. Также надо было забить, ну, хотя бы одну, и также были предпосылки к этому. Хороший момент у Радио было, ну, правда, передача летела по воздуху, да, и надо было так по теннисному по шайбе попадать, но у него это почти получилось сделать. Также был взят тайм-аут, также снимали воротаря. В общем, спартаковцы сделали все, что могли, но, к сожалению, проиграли. Отдельно надо отметить в этом матче Александра Тружкова, и не просто так его назначили лучшим игроком этого матча в составе Спартака. Александр и правда провел великолепную встречу, пропустил всего лишь одну шайбу, и ту, на самом деле, ну, знаете, как говорится, спасти воротарю было тяжело. Итак, если подводить итог серии против московских армейцев, то, ну, с одной стороны проиграли 4-0, да, серию. С другой стороны дважды проиграли со счетом 0-1. То есть немного не хватало, и, наверное, в первую очередь все-таки реализации. Но знаете, что хочется сказать? Вот если бы Спартак попал на любого другого соперника, да, то там бы уже все было совсем иначе. Но надо сказать о том, что против ЦСКА команда билась абсолютно во всех матчах, и, конечно, болельщики могут сказать своим любимцам большое-большое спасибо. Друзья, ну и в самом конце благодарность пресс-службе, службе маркетинга, хоккеистам, массажистам, тренерам, докторам, в общем, всем, кто причастен к этому результату. Ну и, друзья, конечно же, большое спасибо вам, наши болельщики.